Здравствуйте! Вы смотрите программу «Проще говоря». Микромир удивителен и загадочен. Мне всегда хотелось заглянуть в него. И чем больше я узнавал про него, тем сильнее мне хотелось поделиться с другими этим миром. Сегодня у нас в гостях известный биолог и зоолог, популяризатор российской науки, фотограф дикой природы, сотрудник «Сколтеха» Илья Гамуранов. Илья, здравствуйте! Здравствуйте! Я приветствую вас вновь на Мурманской земле. Очень приятно оказаться в вашем городе. Мы привыкли к стереотипу о том, что ученые и люди, близкие к науке, как-то зациклены на себе, закрыты, замкнуты. Но, глядя на вас, этого не скажешь. Я посмотрел несколько интервью, которые вы дали в разных городах, в разное время, послушал лекцию и пришел к выводу о том, что вы не только популяризатор науки, но и человек, который опровергает и развивает, что ли, мифы и представления о людях науки. Вот откуда это, как у вас это получается? Как и когда вы пришли в науку и почему именно биологию выбрали? Ну, на самом деле, мне всегда кажется, что должны быть те люди, которые соединяют мир науки, мир фундаментальной науки с обычным миром, с нами всеми, потому что действительно нам кажется, что наука – это что-то, что происходит за стенами кабинетов и никогда не становится достоянием людей. И у людей часто возникает вопрос, чем вообще занимаются ученые. Может быть, они там сидят и постоянно только пьют чай с печеньем, больше у них ничего не происходит. Действительно приходится рассказывать о том, что происходит за стенами, как ведутся научные исследования, какие есть новые открытия, и приоткрывать людям такой мир, завесу, завесу тайны, что ли, завесу научной тайны. Я вообще пришел в биологию довольно логичным путем. Мне все детство нравились животные, я ловил лягушек, я ловил всех кузненчиков, змей. В общем, домой все, что движется. Да, все, что движется. Я все таскал домой. И у меня мама врач, и она всегда поддерживала эти увлечения. Вместе со мной ходила с сачком. У нас огромное количество фотографий, как мы где-то лазим в реке. Потом я пошел в биологический кружок, и надо сказать, что это, наверное, был самый главный определяющий фактор в выборе моей карьеры, потому что кружок инконтролистов в зоологическом музее МГУ, он работает уже больше 30 лет, и это фактически университетское образование, переложенное на школьные умы. То есть так, чтобы было понятно школьникам. Это и экспедиции, это научные исследовательские работы, занятия ведут настоящие ученые. И ты, как бы я первые три года, собственно, это было с 7 по 11 класс, я окунулся уже в мир науки, я увидел, что есть люди такие же увлеченные, как я, потому что я учился в обычной школе, ну и все увлекались спортом, компьютерные игры. А мне почему-то нравились животные, и это было очень странно. То есть ты себя всегда ощущал немножко не таким, как все. А тут ты оказался среди людей, которые увлечены тем же самым, что и ты. Мне очень понравилось ездить в экспедиции, потому что это открывает тебе мир, путешествие, вообще какая-то новая, другая жизнь. Ну и, собственно, после этого я поступил на биологический факультет, и там уже было точно понятно, что я буду только зоологом, мне нравились животные, а дальше надо было уже выбрать конкретную специальность, и вот тут было много таких мыторств, куда же пойти. Ну я также знаю, что вы в детстве мечтали еще быть клоуном, архитектором, ветеринаром, но вас почему-то вот мир дикой природы, чем он увлек вас? Мечтал быть всем, кем угодно, и даже хотел одно время быть священником, потому что мне казалось, что это очень красиво, это действительно такая большая историческая составляющая, мне все это очень нравилось, архитектура, потому что я их хорошо рисовал, планировал в архитектурный поступить, и, конечно, даже моя мечта сбылась, я потом преподавал архитектором, но уже биологию. Мир дикой природы, наверное, потому что он безграничен, там всегда можно найти что-то интересное, ты каждый день можешь удивляться, вот, и, ну, и мне действительно, мне прям нравится животное, мне нравится взаимодействовать с животным, мне нравится за ним наблюдать, я могу тратить на это достаточно много своего времени, у меня из хобби я еще держу домашних животных, у меня много, у меня растения, и меня этот процесс очень увлекает и, наверное, успокаивает, потому что, конечно, важно, как говорят, что если ты будешь заниматься всю жизнь тем, что тебе нравится, ты ни одного дня не проработаешь, вот это про мою историю, мне действительно нравится тем, чем я занимаюсь. Премию за верность науке вы получили за фотопроект «Дикая природа» в объективе Ильи Гомыранова. Как вы пришли к фотографии, что побудило вас заняться этим? Ну, тоже, на самом деле, все вокруг фотографировали, еще в школьное время, также, опять, когда все ездят в экспедиции, у всех был фотоаппарат, я вообще не думал о том, что я буду когда-то фотографировать, мне подарили маленькую цифровую камеру, я начал фотографировать вместе со всеми, потому что вы едете куда-то, встречаете постоянно интересных животных, растения, опять же, для научной статьи, даже для школьной всегда важны хорошие иллюстрации. Действительно, мы до сих пор, все биологи очень много рисуют, и навык рисования никуда не утрачен, и если вы посмотрите какую-нибудь современную научную статью, вы увидите, что там животные или растения все проиллюстрированы не только фотографиями, но еще и очень точными рисунками, потому что рисунок позволяет вам посмотреть избирательно на те или иные части. Ну, фотографию вы смотрите на целиком, на животное, тут вы нарисовали какую-то часть, акцентировали внимание зрителя на нужные детали. Ну, собственно, начал я фотографировать для таких вот научных целей, были какие-то школьные фотоконкурсы, и на них получилось занимать места, выигрывать, и это всегда приятно ребенку подталкивать тебя и дальше, и дальше этим заниматься. Когда уже в университете начал ездить в экспедиции, начал оказываться в тех местах, где люди бывают крайне редко, особенно обычные люди, которые путешествуют в довольно-таки традиционные регионы в виде Турции, Таиланда, а тут ты едешь на Курильские острова и попадаешь в то место, где не могут быть обычные люди, то есть эти места закрыты для доступа, это заповедные территории, это пограничные зоны, туда допускают только для выполнения научных работ. Были экспедиции, допустим, в северные регионы Эфиопии, где белые люди бывают крайне редко, то есть там туристов мало, и дети чернокожие, когда видели белого человека, удивлялись, потому что они первый раз за несколько лет, вообще за время своей жизни, увидели белого человека, для них это было открытие. То есть когда ты понимаешь, что ты оказываешься в таких уникальных местах, хочется показать их, ну, прежде всего, друзьям, а потом, поскольку, в общем, есть научный биологический бэкграунд, хочется рассказать об этом и всем остальным. Начал фотографировать и, собственно, снимал в основном фотоистории, вот из экспедиции, и это оказалось очень востребовано, потому что многие фотографы дикой природы, они очень классно снимают животных, потрясающие могут быть невероятные кадры, я, наверное, такими даже похвастаться не могу, но у меня получается снимать истории, и главное про животных и растения рассказывать, вплетая научную составляющую, и получается, что не столько отдельный кадр ценен, сколько, получается, цен на вся фотоистория. Да, фоторепортажи, но такого научного фоторепортажа из экспедиции. Ну и, собственно, такие фоторепортажи я продолжаю до сих пор публиковать. У нас не так много журналов, но вот есть журнал «Код Шрёдингера», и в этом году, после ледокола, туда тоже сейчас должна выйти фотоистория о том, как мы путешествовали на Северный полюс. Наблюдать и восхищаться. Именно это, с ваших слов, помогает вам создавать уникальные, интересные кадры. Вот есть такой кадр, которым вы гордитесь? Я точно знаю, что есть такой кадр. Есть кадр, который побеждал на многих конкурсах. Наверное, я его уже не очень люблю, потому что он приелся. То есть вот на самом деле этот кадр ассоциируется чётко со мной. У меня есть какие-то другие кадры, которые я приятно вспоминаю. Когда смотрю на них, я вспоминаю какие-то приятные ощущения, но я понимаю, что зрителю этот кадр вообще ничего не говорит. Ну, наверное, из любимых это действительно кадр с Тритоном, который много где побеждал, и это была долгая история. Я сам себе придумал проект и снимал долго брачный период у ЖАП в Подмосковье. То есть, казалось бы, я уезжал от дома весной несколько раз и фотографировал один и тот же процесс. В один момент опоздал, но зато придумал, как можно снять этого Тритона с икрой, подсветить его и сделать специальный аквариум. Это была такая, наверное, уникальная съёмка вообще для мира, и поэтому фотография побеждала очень много где, публиковалась в множестве изданий. Действительно, стала такой моей визитной карточкой. А вы проводили какие-либо эксперименты для изучения животных? Если да, то каким результатом пришли? Может быть, к открытиям? Я занимался фундаментальной наукой. То есть, это та область знаний, которая в целом на нашу повседневную жизнь обычно никак не влияет. И я занимался систематикой мух, некоторых семейств мух. То есть, мой основной объект – это мухи, которые развиваются на разлагающихся субстратах. На самом деле, когда я пришёл к этой теме, я увидел, что есть энтомологическая криминалистика, и насекомые могут помогать расследовать преступления, устанавливать дату смерти и многие другие факторы. Мне эта тема очень понравилась. И опять же, я узнал, что мухами, когда начал выбирать тему, мухами занимается мало людей. Ну, потому что есть красивые жуки, есть красивые бабочки. Да, муфи как-то, да. Мухи мало привлекают. Обычно ими занимаются с медицинской точки зрения, они переносят много заболеваний. Тут я увидел, что есть энтомологическая криминалистика. Пришёл на кафедру, говорю, я хочу вот этой темой заниматься. Они говорят, ну, тогда тебе нужно выбрать мух. И очень определённую группу мух, они все серые, невзрачные. Ну, и, собственно, специалистов по ним буквально 5 человек в мире. И дальше я занимался не столько прикладной биологией, сколько именно фундаментальной. Это поиск новых видов. То есть, мы ездили в экспедиции, там бегали с очком, как делали классические учёные в 19 веке. И до сих пор делаю. То есть, ты ловишь насекомых с очком, собираешь их в коллекцию. Дальше, соответственно, проводишь разные исследования. Смотришь, какие виды кому родственны, где какие виды встречаются, как они устроены. То есть, смотришь особенности морфологии. И большая часть работы у меня была посвящена генетическим исследованиям. Потому что сегодня описание видов и вообще классической зоологии, она сильно меняется под действием вот таких новых методов. Иногда эти методы позволяют нам увидеть то, что мы до этого не видели. Мы можем отсеквенировать геном каждой мухи и посмотреть, кто кому ближе. А потом уже, поняв, что вот эти две мухи родственны, постараться найти какие-то их схожие черты или не схожие. На самом деле, это нам позволяет понять наше место в мире, понять разнообразие мира. Ну и вот, собственно, открытие это. Я сделал большую фаунистическую и систематическую работу по определенной группе мух. Это до этого последняя такая работа выходила 50-60 лет назад. И, конечно, с появлением новых методов это все значительно было пересмотрено. Плюс я обрабатывал большое количество музейных коллекций, самых разных. Потому что, когда ты занимаешься вот такой темой, тебе недостаточно ездить только в экспедиции. Ты еще должен поездить по разным музеям, посмотреть коллекции мух. И ты можешь, самое удивительное, что ты можешь найти муху 17 века, 18 века. Они до сих пор хранятся в музеях. Это очень ценные экземпляры, с которыми работал Карл Линней, допустим. Ты можешь взять муху, которая работала в классике биологии, и понять, что он подразумевал, описывая что-то в своей статье. Ну, собственно, ревизия коллекции – это тоже большая составляющая моей научной работы. Готовясь к программе, я послушал вашу лекцию «Копирование природы», с которой вы выступились, не ошибаюсь, в феврале 2021 года в Сколтехе. Совершенно уникальная информация. Люди очень охотно подсматривают у животных различные механизмы и стратегии. Какие бы из них вы выделили бы особо? Лекция действительно очень популярная. Я его читал уже, мне кажется, больше 80 раз. В Мурманске тоже была эта лекция. И, соответственно, люди, когда начали изучать дикую природу, действительно увидели много разных способов решить проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневности. Не всегда удается быстро перенести. Увидели, подсмотрели и сделали. Иногда нужно дождаться, когда разработаются новые материалы, когда появятся новые аккумуляторы и так далее. Сегодня, на самом деле, мы живем в то время, когда люди возвращаются к идеям прошлого, смотрят, что нашли фундаментальные ученые как раз, потому что у нас, конечно, технологии сильно развились, и, возможно, мы сможем повторить какие-то механизмы, которые не могли сделать в прошлом. Моя любимая история, что люди хотели поднять человека в воздух, долго делали машущий полет, потом долго пытались сделать планирующий полет, но не было подходящих материалов. Поэтому первый парашют выглядел довольно нелепо, а первый костюм, который надевался на человека, делал его фактически белкой или тягой, выглядел как большой пододеяльник, и это было... Естественно, он не работал, но потому что не было современного полимерного материала. Сегодня этот костюм доступен, каждый может сесть в самолет, прыгнуть, надев на себя и парить какое-то время. Это дешево, все потому, что появился классный материал. Классическая липучка, это тоже история очень популярная, но ее нельзя рассказать, потому что не так много устройств на самом деле переходят в нашу повседневность. Чаще всего эти изобретения доходят до космической отрасли, до медицины, это там, где требуются такие высокотехнологичные решения, а в нашу повседневную жизнь, ну, в принципе, нам и так хорошо, мы можем пуговицы, пользоваться и молнией. Но вот появилась липучка, которую, собственно, Жорж Демистраль скопировал с лопуха плодов репейника, и если мы просто скидываем со своей одежды, нам это не нравится, и мы хотим убрать эти плоды, то Жорж Демистраль, будучи инженером, начал изучать. Он изучил угол изгиба, оказалось, что там принцип золотого сечения, тоже именно он является оптимальным для того, чтобы зацепиться за шерсть. А дальше Жорж Демистраль начал изучать еще и материалы. То есть тут важно, чтобы ученые работали вместе. В те времена это мог быть один человек, сегодня это огромное количество научных лабораторий по всему миру, которые работают над одной проблемой. Ну и, собственно, Жорж Демистраль нашел, что есть нейлон, и дальше из нейлона сделал похожие части. Одно было ухом его собаки, другое плодами репейника, и получилась обычная липучка. Вспомним, 1955 год – это год рождения этой липучки. И первая действительно липучка отправилась в космос, тогда она была довольно дорогостоящей, ну а сегодня материал супер дешевый, и, конечно, такой удобный замочек есть на каждой одежде. Но изобретений много новых, то есть есть и медицинские катетеры, которые копируют кожу акул. Это, собственно, тоже то, что есть в повседневности, то, что используются. Хотя эти катетеры сильно дороже, но зато они вызывают меньше сексисов, потому что бактерии не могут на них размножаться. Вы любите приводить цитату этолога Франца де Вааля о том, что мы недостаточно умны, чтобы судить об интеллекте животных. Вот интересно, воспринимают ли животные прекрасные? Это тоже тема моей лекции. И вот я эту лекцию, на самом деле, наверное, больше всего люблю. Во-первых, она новая, ты всегда любишь больше новая, потому что ты читаешь 70 раз одну и ту же лекцию, и ты уже от нее сам устаешь, хочется почитать новую. На самом деле, каждая лекция – это для меня повод покопаться в информации, поискаешь, какие есть новые исследования, почитать их. Фактически, когда я готовлю лекцию, я, на самом деле, читаю, провожу хорошо вечера, читая научную литературу, научно-популярные книги и так далее. И, собственно, когда родилась эта тема, смотрит ли, воспринимает ли животное прекрасное, я попытался в этом разобраться, и ответа нет на этот вопрос. Мы не знаем, понимает ли животное красоту, и понимает ли они в том смысле, как видят ее мы, как видим ее мы. Но, конечно, они оценивают внешний вид своего партнера, они могут оценивать звуки, они могут оценивать какие-то другие параметры, которые для них, кажется, красивый запах. Запах тоже может быть для животных приятный или неприятный. Красота, прежде всего, в природе говорит о том, что твой партнер, твой избранник обладает хорошими генами. Соответственно, если у него есть время на то, чтобы приводить себя в порядок и выглядеть симпатично, значит, скорее всего, он сильный, значит, скорее всего, он будет здоровый, у него достаточно времени на поиск пищи, и значит, твои дети будут такими же здоровыми, как условный папа, ну или мама, в зависимости от того, кто кого выбирает. Хвост павлина – это такой пример, на самом деле не хвост, а надхвостик, это пример, когда самка смотрит на красоту перьев. Самцу жить с таким хвостом очень тяжело. Если вы посмотрите на павлина в дикой природе, когда эта птица летит, хвостом очень неудобно, он задевает ветки, легко на него нападают хищники, соответственно, легко схватить за хвост, но самец вынужден поддерживать такое вот прекрасное оперение для того, чтобы самка во время брачного танца была очарована. Там есть глащатые пятна, и они появились не просто так, движение глаз действительно гипнотизирует самку в этот момент. Самка смотрит на длину хвоста, на качество перьев, и есть много экспериментов, когда хвост обрезали, отрезали эти глащатые пятна или их закрашивали, такой самец оказывался абсолютно непривлекательный для самки. Самка смотрит на красоту перьев и понимает, что самец очень сильный, ему хватило времени поесть, ему хватило времени сбежать от хищников, и еще он сохранил вот это красивое оперение. Таких примеров много, есть совершенно странный, один из моих любимых примеров про стервятника, стервятники белого цвета, они едят экскременты коров, и их перья становятся желтого цвета, более насыщенно желтого, и самкам очень нравится желтый цвет, но понятно, что питаться такой странной пищей это довольно вредно. И с одной стороны это вредно, а с другой стороны самкам нравится, и поэтому только сильные самцы могут себе позволить такую странную диету, и самка это косвенно оценит. Конечно, она не понимает, что она делает выбор такого сильного самца, но природа так придумала, эволюционный процесс идет так, так что такая стратегия оказалась уигрыш. В 2018 году в одном из интервью вы сказали о том, что мечтаете посмотреть Антарктиду и белых медведей. Ну и, насколько я знаю, мечта ваша сбылась. Вы стали одним из участников и спикеров 4-й арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний-2023» и этим летом побывали на Северном полюсе. Удалось ли вам увидеть тех диких животных, изучить их поведение в суровых условиях Арктики? Я должен сказать, что Антарктида внизу, Арктика наверху, в Антарктиду я тоже хочу, но пока я еще не побывал и очень хочется посмотреть на императорских пингвинов. В Арктике пингвинов нету. Это наша была любимая шутка. Да, наша любимая шутка. Нашли ли мы пингвинов на Северном полюсе? Недавно читал лекцию, мальчик говорит мне в конце лекции, а вы все-таки пингвинов-то видели? И я говорю, ну нет, пингвинов там не бывает. Действительно, на Северный полюс удалось побывать в этом году на проекте «Ледокол знаний». Наверное, очень яркий и знаковый проект, потому что это типичная научно-популярная, классная научно-популярная история, когда ученые, разные эксперты едут вместе с большим количеством детей из разных регионов. И главное, что это дети, не только биологи, потому что биологи часто ездят с учеными в экспедиции, увлекаются, читают лекции, а тут с тобой оказывается 80 детей, которые кто-то увлекается танцами, кто-то увлекается IT-технологиями, кто-то будет инженером, кто-то лингвистом и так далее. В общем, очень разный состав детей. И все они оказываются на одном корабле, который путешествует, собственно, на Северный полюс, и с ними едет большое количество экспертов, которые читают разные темы. Я, на самом деле, жалею, что я не побывал на всех лекциях, потому что мне иногда хотелось поспать, и детей возможностей спать было меньше. Их заставляли ходить на лекции. И у них была такая строгая программа. И, соответственно, они слушали очень-очень много. И мне кажется, у них была очень супернасыщенная поездка. И, собственно, да, мне повезло быть одним из экспертов. И мне понравилось, что я читал лекции в этот раз не только с картинками, но и мог показать животных за бортом корабля. И в этом плане исполнилась моя мечта. Я действительно посмотрел и на белого медведя в дикой природе, посмотрел на моржей, посмотрел на разных других животных. Мы видели китов, мы видели дельфинов. Ну и, конечно, побывал на Северном полюсе. Это никогда не было моей такой вот супер мечтой, но это оказалось таким уникальной меткой, которая теперь уникальным событием, про которое я рассказываю всем друзьям. И, конечно, все мне завидуют. Не столько завидуют, что я увидел медведя, столько побывал, что на Северном полюсе. Для меня медведь гораздо более знаковая события. Илья, каким образом, как ты считаешь, исследования ученых могут способствовать лучшему пониманию роли природы в нашей жизни? И вообще, как они могут привлечь внимание к необходимости сохранения биологического разнообразия окружающей среды? Во-первых, я всегда говорю, что если человек исчезнет с Земли, то, скорее всего, планета Земля никак это не заметит. Она перестроится, экосистема восстановится, и станут совсем другими. А вот если природа исчезнет, то мы с вами заметим это очень быстро, потому что мы нормально жить не сможем. Почему важно сохранять природу? Как раз для того, чтобы наша среда была довольно стабильной. Мы, как вид, как человек разумный, приспособлены к жизни в конкретных условиях. И если условия поменяются, скорее всего, нам придется либо измениться, либо как-то, либо, скорее всего, мы исчезнем с нашей планеты. Поэтому важно сохранять природу. Когда тебе нужно кого-то сохранять, сложнее сохранять того, кого ты не знаешь, про кого ты никогда не слышал. Всегда я тоже привожу такие примеры. В автобусе проще поругаться с человеком, чем поругаться с своим соседом, с которым ты давно знаком. Потому что для тебя это какой-то незаметный человек. То же самое сломать ветку дерева, поймать птицу, или поймать насекомое, или убить змею. Проще, когда ты про нее ничего не знаешь. Тебе кажется, она опасной, неприятной. Как только ты узнаешь, что это конкретное растение, у него есть определенные свойства, и в чем-то оно уникально, тебе уже не хочется этого делать. Тебе, скорее, хочется поделиться, понаблюдать за этим. В Москве, я не знаю, есть ли в Мурманске такая проблема, в Москве все обламывают сирень, потому что она красивая, ставят в вазы. Есть такая проблема. И на следующий год все удивляются, почему сирень перестает свисти. Потому что так делать не нужно. Когда ты начинаешь рассказывать людям, они понимают, что так делать лучше не стоит. И действительно перестают. Я проводил у себя во дворе такую работу, рассказывал с людям, что не надо сейчас отрезать, на следующий год сирень будет свисти более обильно, и мы сможем ее действительно срезать себе в букеты. Вот люди начинают это узнавать, и, собственно, потом им это делать сложнее. И вот в этом, конечно, очень важна работа ученых. Важно рассказывать о том, чем ты занимаешься. И важно рассказывать о том, почему тот или иной объект важен, что с ним нужно делать. Ну, на самом деле, изучение животных важно еще с точки зрения того, что животные сами влияют на экосистемы. Если в советское время, это мои примеры любимые тоже про инвазию, когда мы хотели пересадить камчатского краба в разные моря, и, собственно, это удалось сделать, но камчатский краб оказался крупным вредителем, который уничтожает экосистему, и сегодня, например, распространяется в Белое море, где сильно вредит природе Арктики. Сегодня мы понимаем, что на самом деле наших исследований недостаточно, и связи в природе гораздо более тесные. И еще мне хочется сказать отдельно о том, что сейчас огромную роль играет гражданская наука, потому что одно дело ученые, одно дело мы рассказываем о том, какие классные животные живут рядом, а другое дело, когда люди могут помогать ученым делать важные открытия. Сегодня есть большое количество приложений, которые позволяют вам идентифицировать животное просто по фотоснимку, и потом данные этих ваших наблюдений попадают в эти приложения и используются учеными по всему миру. То есть вы можете сегодня выйти сфотографировать то или иное дерево, ваша точка окажется на карте, а потом это станет, возможно, маленьким научным открытием. И вот касаемо Арктики, наши все наблюдения супер уникальны. Я когда зашел загружать фотографии белого медведя, оказалось, что на земле Франца Иосифа буквально 15 фотографий загруженных медведей, хотя, конечно, туристов бывает за год сильно больше. Как мотивировать молодежь идти в науку? На самом деле не нужно заставлять всех идти в науку, потому что те, кто хочет, главное не отбить у них интерес. Мне кажется, это самая главная задача, то есть поджигать интерес, говорить, что так этим можно заниматься, и дети в итоге все равно сами пойдут. Конечно, есть сложившийся стереотип, что ученые живут бедно, в науке все происходит медленно, вы будете сидеть в старых пыльных кабинетах, и вот этот сложившийся стереотип, конечно, нужно менять у детей. Есть сейчас огромное количество институтов, где кабинеты выглядят уже далеко не как пыльные пространства. Науке действительно все происходит чуть медленнее, чем в обычной нашей жизни, но с одной стороны это минус, а с другой стороны большой плюс, тебе есть время подумать размеренно, график жизни ученого, это такой свободный режим, то есть по сути ученые всю жизнь ведут работу на фрилансе, ты работаешь в те моменты, когда у тебя есть какое-то вдохновение работать, или у тебя идет эксперимент, но ты можешь себе позволить остановиться и подумать, это очень важная составляющая. Ну и если тебе что-то истинно интересно, то ты всегда найдешь способ заработать денег, и это никогда не станет твоей проблемой. Мне кажется, важно школьникам всем рассказывать, что нужно заниматься только тем, что тебе действительно интересно. Ну и в завершении программы небольшой БЛИЦ-опрос. Краткие ответы. Открывая вашу страничку ВКонтакте, мы читаем такие слова. Я уже умею плавать и еще не знаю горя. Что это значит? Это цитаты из одной песни, просто почему-то в какой-то момент она мне показалась созвучной моим настроением. Кого вы любите больше, людей или животных? И тех, и других, но за животными интереснее наблюдать. Почему вас восхищают насекомые, ящерицы и рептилии? Ящерицы это тоже рептилии. Восхищают, потому что они на нас не похожи и устроены совершенно фантастически и живут в самых разных средах. Зона комфорта. Какая она у Вильи Камаранова? Это маленький дом посреди леса, где каждый день можно выйти и насладиться природой. Однажды вы сказали, что планета разберется со временем, кто главный. Как вы думаете, когда наступит этот момент? Надеюсь, что на нашу жизнь хватит разбора планеты и она не определится, что сегодня главный не человек. Что ж, Илья, я благодарю вас за эту интереснейшую встречу. Спасибо. Желаю вам новых встреч, новых увлекательных путешествий. Спасибо большое. У нас в гостях был биолог и зоолог, полиализатор российской науки, фотограф дикой природы и сотрудник Сколтеха Илья Гамыранов, для которого источником вдохновения является гармония природы и ее невероятное разнообразие. Это была программа «Проще говоря». Всех вам благ и до новых встреч.